Раст Погнали! Раст Господа, Раст это конечно хорошо, но в этом году выходит уже Battlefield 6, который наверняка будет требовательной игрой и компы к подобному стоит готовить заранее. Поэтому можете обратиться к компании HyperPC. Они уже 10 лет занимаются производством игровых ПК, а ныне являются лидером в России по части производства компов. Доверяют Hyper'ам многие киберспортсмены, топовые гаймеры и сотрудничают с ними не менее топовые компании, такие как Nvidia и Intel. Отдельно хотел бы рассказать вам про самую популярную модель и италон игрового ПК Lumen. В ней помимо мощных RTX видеокарт установлены еще и процессоры 10-го поколения. Lumen сам по себе не только мощный, но и удивительно красивый, хотя даже его красоту можно кастомизировать под себя. Покраска, винильчики, таблички и так далее. А также у HyperPC есть апгрейд-центр, где вы можете сами модернизировать и добавлять комплектующие по своему желанию. В общем, если есть желание ознакомиться с качественным производителем игровых ПК, то обращайтесь к HyperPC по ссылочке в описании. Ну а я продолжаю ролик. Итак, после рубрики «Кушать хочется всем», наконец приступаем к видео. Первое, с чего бы я хотел начать этот ролик, именно с рассказа об истории самой студии Face Punch. Кто это такие и что они сделали для игровой индустрии в целом. В их, так сказать, по-служном списке есть всего несколько проектов. Вы их видите сейчас на своем экране, но поистине огромную популярность и узнаваемость этой студии обеспечивают всего два проекта. Это Garry's Mod. Да-да, это именно они делали Garry's Mod. Если про Garry's Mod знают многие, то вот про их проекты вроде Face Found или более новый такой как Clutter, или Clutter, знаю, звучит странно, но сюжет, знают далеко не все. Эти проекты абсолютно не похожи ни на Garry's, ни на Rust. Так вот, собственно, Rust. Не считая Garry's Mod является их самым успешным проектом по сей день. Релизнулся этот проект в далеком 2013 году. Правда, под самый конец этого года. А если точнее, 11 декабря. Как сами разработчики признаются, это Гарри Ньюман и его друг Маурина Берри, черпали они идею именно с DayZ. И тогда они нашли в своей голове идею сделать более допиленную версию этого проекта. Собрав игру буквально на коленке, они выпустили изначально ее именно в браузерном варианте. На Ютубе очень сложно найти то, как она выглядела, но кое-как на каком-то полумертвом канале мне удалось найти фрагмент этого. Выглядело это все, как вы видите, очень сыро. Поля были пустые и раньше бегали зомби, ибо уклон был в подобии DayZ. Также вы можете заметить, что раньше все изучалось с помощью рецептов. Такую систему в игре вели и сейчас, но многие не знают, что после Legacy, о которой мы поговорим чуть далее, эта система была выпилена. И рецептов довольно продолжительное время в игре не было. Помимо этого, в браузерной версии игры было довольно мало взаимодействий с миром. И все выглядело уж совсем как-то просто. Это не говоря про бесчинство багов и вылетов. Но это изменилось хоть и отчасти, но все же с выходом игры на клиент в ноябре 2013 года. Кстати, сделано это было благодаря тому, что хоть и распространение игры было через браузер, поиграть просто так в нее нельзя было. Ключи продавали через их старый сайт. Точное название так и не удалось найти, только вот в одной из статей на СтопГейме нашел название out.playras.com. Кстати, спасибо огромное статье на СтопГейме, из нее подчеркнул много интересной инфы, которой нету на Википедии, кстати. Ссылочку оставлю в описании. Но помимо роста аудитории, из-за некого авторитета самих разработчиков, после того же Гаррис Мода, у игры начала поистине расти аудитория, благодаря стримерам. Тогда, кстати, стриминг был в самом старте своего пути. Также, по сути, Rust, за исключением DayZ, была в своем роде уникальной игрой. Ну, может, еще какая-то арма была, но это уже совсем другое было направление. Но Rust разительно отличался от этих двух игр, ибо изначально старавшись быть улучшенной, по словам разработчиков версии DayZ, со временем она приобрела свой собственный стиль, породивший жанр хардкорных выживавок в мире с другими людьми. И именно что хардкорных, потому как в этой игре выжить крайне сложно. Об этом еще поговорим далее. Но, несмотря на хорошую помощь со стороны некого промоушена у стримеров, поистине успех эта игра начала чувствовать только после того, как релизнулась в Стиме. И буквально с первой поры она начала завоевывать себе фан-базу. За первые две недели она продалась не ошеломительным, но неплохим результатом в 150 тысяч, что для игры в ранней стадии разработки было очень неплохо. Играм, у которых такие плашки, обычно никто и не очень-то доверяет на самом деле. А тут сразу за две недели такие продажи. Плюсом, в январе 2014 года игра стала чрезвычайно популярной по меркам того Стима. Тут важно понимать, оборот тогда и сейчас в Стиме был не в десятке, а буквально в сотни раз меньше. Так вот, в январе Rust была самой продаваемой игрой по разным источникам. Это уже составляло около 500 тысяч копий игры, что было очень внушительно. Еще забавный фактик. Rust, как следует из статьи на Вики, за свой чуть с большим месяц продался более чем в 40% от всех продаж Гаррис Мода за 9 лет на тот момент. А к февралю его концу или середине, точно инфы также нет, продажи улетели за миллион копий. Опять же, эта инфа взята из Вики и ее источников. Но, тем не менее, она кажется довольно правдивой, ибо везде плюс-минус трактуются именно такие цифры. Всего в 2014 году Rust подошел к 2 миллионам копий. На Вики также сообщается о том, что в 2015-м бум чуть подутих, но тем не менее продажи тоже были внушительными. Чуть больше или чуть-чуть меньше миллиона они тоже смогли продать. 2015-й год на самом деле вообще довольно тихо прошел для игры. Что не скажешь про последующие. Вон совсем недавно в Rust опять побился рекорд по онлайну в 240 тысяч, что очень весомый результат. На том же Твиче смотрело игру одновременно около миллиона человек, что в шутливой форме с неким афигом постил у себя сам Гарри Ньюман в Твиттере. Но это мы зашли слишком далеко. Более информации по продажам с 2015-го года точных и не было. На разных форумах можно найти некую подотчетность. Сразу говорю, не ручаюсь за нее обеими руками. Так вот, обнаружил на одном из форумов Оверклокера цифры в 9,5 миллиона копий на конец 2020-го года. То бишь с учетом того, что совсем недавно онлайн обновил свой рекорд в 240 тысяч, можно предположить, довольно смело кстати предположить, что продажи давно ушли за 10 мультов. Что не бог есть какие цифры для огромных гигантов типа Activision или Electronic Arts, но чертовски огромные цифры для двух парней, которые когда-то просто решили сделать клон Дей Зет. Не правда ли? Конечно, я понимаю, что команда нынешнего Раста состоит явно не из двух энтузиастов. Но сам факт, что такого рода проект был основан двумя парнишками, поражает, не правда ли? Так вот, это было все про продажи и некий экскурс в историю разработки и студию Facepunch в частности. Сейчас же мы будем говорить про сами версии непосредственно. Раст Легаси. Сначала был именно тот самый Раст, который живет в вашей ностальгии. Вообще этот Раст Легаси, который попросту был старым. Он был построен на движке Unity 4.5 и это была релизная версия в Steam. Однако просуществовала она всего до 2014 года, когда вышла другая версия под названием Experimental. Забавно и то, что когда только Experimental появился, было очень много недовольных игроков, которым совсем не нравился новый Раст. И поэтому разработчики сделали такой хитрый ход. С возможностью выбора версии в Steam, Legacy, это старая, или Experimental, это вот как раз таки была новая. Но и этот выбор просуществовал совсем недолго. Вскоре от него разработчики избавились, оставив только Experimental. До сих пор помню, что я очень долго из-за этого не играл в Раст, ибо был одним из тех, кто топил за Легаси. Но, как оказалось, зря. Далее об этом расскажу. Сам же Легаси кардинально отличался от нынешнего Раста. Во-первых, враги были другие, боты имеются в виду. Были зомбаки, я думаю вы их помните, а еще были и животные, как и сейчас. Но были и они тоже зомбями, зомби-волками и зомби-медведями. Однако были и обычные, вроде того же Кабана и Касули, которые при виде вас просто убегали. Кабан, кстати, раньше не атаковал. Помимо них и строительство также было другим. Оно было как бы проще, но при этом и сложнее. Самое главное, не было билдинг-блока. Вокруг базы. Что вы сами понимаете, чем заканчивалось. Приходилось вокруг входа в базу расставлять фундаменты со столбами, чтобы никто ничего не мог подстроить. И так далее. Эх, все-таки весело было по-своему. А, и да, шкафов-то тоже не было. Планов постройки также не было. Были только обычные квадратные фундаменты и крыши. Треугольников и всякого такого в помине не было. А еще, если стенку поставил неправильно, то все, конец. За дверьми приходилось следить. Раньше было важно, какой стороной их поставишь. В общем, была вакханалия. Но, как говорю, по-своему веселая. Оружие также было иным. Точнее сказать, были и знакомые нам уже стволы. Такие как М4, МП5А4, 9-мм пистолет, дробовик, луки и трупчатые револьверы и дробаши. Но самым главным отличием было то, что отдача была значительно меньше, чем сейчас. С пули летела по более прямой траектории. И это главное упущение, по которому многие игроки скучают и до сих пор. И из-за которого не сразу хотели переходить на экспериментал. В общем и целом, Легаси был по-своему интересным. В нем было все по-другому. А еще была очень крутая и в то же время не очень система с чертежами. Находя которые, ты мог сразу изучать вещь, которая была на нем. И вот эта вещь создавала и создает противоречия. С одной стороны, из самого обычного ящичка мог выпасть чертеж Калаша. А с другой стороны, такие места, как правило, оккупировались. Кланы буквально вас не подпускали к ним и нафармить ты их попросту не мог. И как вы считаете, та система рецептов была хорошей или, слава богу, от нее разрабы отказались? Перейдя на то, что мы имеем сейчас в игре. А Легаси хоть и был крутым. Особенно это подбадривается нашим мозгом, который бьет нам ностальгическим импульсом. Но на самом деле, в нем было очень много недочетов, которые исправили в экспериментале. Rust Experimental, который вышел в конце 2014 года, уже был портирован на Unity. В нем была космическая разница в графике. То, как выглядела игра даже в раннем билде экспериментала, по сравнению с Легаси, была значительно симпатичнее. Те же шейдеры и их механика с реализмом текстур вышли на новый уровень. Был также выпущен процедурный генерируемый мир. Но одним из самых противоречивых, но в то же время важных изменений, было добавление нового античита под названием Чит Панч. Который буквально с релиза покосил тысячи игроков. Но продержалась эта система недолго. Буквально в конце года он был заменен на уже нами привычный Изи Античит. А еще такая деталька, в Легаси-то все были белыми, причем еще белыми мужиками. Но потом, в 15-м году, так сказать, подкинули палитры всех сортов, что добавлялось и после. Сейчас найти белого мужика в игре, это вообще рандом какой-то. Да, и еще забавно то, что вне зависимости на какой серф ты не зашел, к тебе всегда привязывается скин, который тебе выпал случайно. Я вот, например, азиатская белая женщина с мохнаткой. Ох и потрепала меня жизнь, ничего не скажешь. Вокруг меня одни негры бегают, ну я ничего против-то и не имею. Диверсти это круто, а Байден бог, как говорится. Ну да ладно, это уже немножечко другое. И да, я знаю, что скин как-то там можно поменять, но делается это довольно муторно. Выбрать перса напрямую, увы и ах, в игре нельзя. Но намного важнее, конечно же, то, что в 2015-м году открылась торговая площадка для этой игры. И бабки полетели разрабам в лицо, в карман и даже в трусы. А это значило лишь одно. Игра будет развиваться и дальше, обретая все больше и больший масштаб. При этом увеличивая инвестиции в проект. И вот этот экспериментал рос, добавляя все больше и больше контента. Со временем появилось более продуманное строительство. В 2016-м году, кстати, произошел прецедент. Из игры удалили рецепты. Это, по сути, одна из основных концепций игры. Которую вдруг взяли и выкинули на помойку. Заменили ее они получением так называемого опыта. Собирая дрова, какой-то хрень и так далее. Даже тебе напоминал это Манкрафт с его шкалой опыта внизу экрана. И вот тем самым ты как бы открывал эти самые рецепты. Но комьюнити вообще не полюбила это. И совсем скоро цифры и даты разнятся. Но эта система прожила чуть больше года и была отменена. И вернулись опять к системе рецептов, которые можно получить с помощью стола изучения. Или сами рецепты тоже можно было найти до недавнего времени во всяких бочках. Но потом это убрали. Ну, короче, это допиливали. А скорее допиливают игру по сей день. Добавили машины, коптеры, лодки. Вон сейчас на подходе дроны. Потом еще, по-моему, подводную лодку там делают. Кстати, когда вы смотрите видос, дроны уже в игре? Или пока все еще не добавили? Напишите, пожалуйста, в комментариях. В общем и целом, в 2018 году игра наконец-то релизнулась в Steam полностью. Выйдя из Early Access'а. И сейчас Rust выглядит именно как законченная игра. Которая при этом постоянно обновляется и допиливается контентом. Разрабы которой выставили себе высокую планку и держат ее до сих пор. То количество контента, которое есть здесь, это огромная редкость для игровой индустрии. Ибо очень многие игры со временем сдуваются и вза место контента начинают вам сыпать крохами раз в пару месяцев, чтобы вас заткнуть. Да, Rainbow Six Siege, даже не знаю, при чем ты здесь. Простите, дикая обида у меня на эту игру и ее разработчиков, но поймут это немногие. Вернувшись и охарактеризовав Rust и его состояние разработки на сей день, можно лишь сказать, что это один из самых заполненных проектов по контенту, в который я когда-либо играл за всю свою жизнь. Но теперь поговорим про другое. Я бы хотел здесь сделать два необычных пункта для этой рубрики. Как человек, который с двух аккаунтов провел в этой игре порядка 900 часов, один у меня своровали, а на этом я почти уже 400 наиграл. Да, да, мой дорогой школьник без личной жизни мне далеко до тебя, сидящего на своей сраной башне с болтовкой по 20 часов в сутки. И наигравшего в эту игру только за один месяц столько. Ну извини, у меня есть личная жизнь в отличие от тебя. Это тебе привет, урод, который меня убил. Так вот, это довольно весомый опыт игры для подведения своеобразного итога и для того, чтобы разделить игру на то, за что можно полюбить и играть в эту игру, и за то, чем эта игра будет отталкивать. Позже в итоге я два этих пункта сведу под одну мысль и сделаю какой-то вывод. Итак, плюсы Rust. Первое это сервера и их безграничные возможности. Помимо официальных серверов, на которых я играю и только на них, ибо они лучше всего ретранслируют эту игру, есть и сервера со всякими ТП, старткитами, увеличенным количеством получения ресурсов, картами для тренировки АИМа. Многие, кстати, эти сервера монетизируются, их создатели чё там только не продают. Там можно купить и ресурсы, неприкосновенность, ну короче, всё можно купить. Лично мне это вообще не нравится, но почему это плюс? Потому что здесь есть возможность выбора режима и формата игры, именно как вы хотите. К примеру, есть такие сервера, где можно играть только вдвоём в одной тиме. Это подходит больше всего для игроков, которых задолбали те вечно дежурищие, не спящие мутанты, которые могут вас зарейдить, если вы не поддерживаете такой же темп Бессония, как и они. Короче, кастомных серверов много, они все многообразны и для кого-то интересны. Сама возможность их существования уже один большой плюс. Второй же плюс это возможность коммуникейта. Сразу оговорюсь, в Rusty отвратительное комьюнити. Но оно отвратительное только потому, что оно таковым должно являться. Из-за чего и вытекает, что это плюс. И тут вы такие... Смотрите, эта игра это одна большая, мать его, дипломатия и политика. Я наживал себе врагов и с ними же приходил к консенсусу разрешения проблемы. Договаривался о пакте ненападения друг на друга. В то же время облачался с группами людей в коалиции для достижения той или иной цели. Как правило, рейда какого-либо. Ну, понимаете, да, к чему я? Помимо вечно визжащего чата, в котором вам рассказывают обо всех моментах пребывания с вашей матушкой, в Rusty можно договориться с человеком или группой людей. Особенно это часто происходит с большими кланами, базы которых напоминают маленькие поселения или скорее крепости. К примеру, я в этой игре платил налоги человеку, чтобы находиться со своим товарищем под их покровительством. Вот, смотри, дядя, это наша деревня. Вот, типа, наша хата слева, справа пацаны и соседи живут. Вот эта х***я вся будет обноситься за баром, понял? А какие условия, что нам надо будет делать? Ну, вот, типа, в день два кассера. В день два кассера. Смотри, мы просто вас будем охранять, типа. Мы на плате, типа, если вы хорошо себя проявите, то самым временем, типа, серы будут все меньше и меньше. Пошли, пошли, блядь, интересно, слушай. Я такой вообще экспириции, что, блядь, будем платить налоги. Я плачу налоги, блядь! Господи, здесь люди, по-моему, в этой игре, они серьезно к ней относятся как к жизни, знаешь? Мне порой реально кажется, что они относятся к ней как к жизни. Какой, мать его, игре вы еще будете платить налоги? И знаете, мне это даже от реальной жизни, потому что я плачу эти сраные налоги, это даже понравилось. Возможность взаимодействия с людьми крайне разная. Так что, несмотря на то, что в этой игре одно из самых токсичных комьюнити, здесь можно выстраивать отношения и тренировать свой навык политолога. Мы вот недавно также с типами закорешились, они пришли нас рейдить, но я выстроил модель диалога, таким образом, что мы заключили пакт о взаимопомощи. Это безумно круто и сложно объяснить, но если у вас подвешенный язык, как у меня, как бы это ни трактовалось вами, можете шутить свободно. В эту игру очень интересно играть тогда. Также из плюсов я бы хотел отметить атмосферу, и сюда же можно приписать графику. Особенно, когда бежишь ночью под какую-то страшную мелодию. Эти дожди с грозой далеко за горизонтом погружают невероятно. Игра, не побоюсь этого слова, на данный момент одна из самых красивых, что я играл. А я играл много во что, как вы понимаете. Визуальная игра просто прекрасна. Есть, конечно, нюансы с текстурами и так далее, но в целом это, правда, очень хороший уровень графики. Каждый в этой игре может еще найти какие-то плюсы, которые отметят для себя лично. Как по мне, это главное, что я заметил, и за что мне этот проект нравится. И далее будут минусы, которые будут направлены не на унижение, а лишь на подчеркивание недостатков этой игры, ибо они есть у всех. Итак, минусы. Ну, как говорится, гуляй рука, балдей писюн. Ну, или как-то по-другому там говорится, но не важно. Кланы. Чертовы мать его кланы. И тут сразу уточню. Если вы один из представителей, лучше пропустите эту часть. В этой игре невозможно построить дом, который бы не зарейдили. Не существует из сотен тысяч домов такого плана, который бы не зарейдили. Сколько бы, мать его, вы не поставили гаражек, двойных дверей, хкв-стен. Сколько бы вы этого не сделали, это вас не защитит. Оговорочка. Да, защитит от двух, ну, может, трех игроков, которые просто не смогут нафармить определенное количество взрывчатки. Либо будут это делать очень долго. Да, если вы наткнетесь на таких игроков, то да. Но в этой игре на фейспанч серверах, да и вообще на всех практически классических, обязательно есть клан без личной мать его жизни. Без единого намека на нее. Которые уничтожают всех и вся. Они, сука, даже дежурят по ночам, чтобы сейвить свои базы. Вдумайтесь, они дежурят в компьютерной игре по ночам, как в реальной жизни. Эти люди потерянные для жизни. Если вы один из них, друг, пора что-то в жизни менять, правда. Так вот, им абсолютно насрать, какой у вас дом. Да, можно усложнить задачу, построив замысловатые дома из треугольников, с кучей обманок и так далее. Но лишь усложнить. Проблема заключается в том, что да, в игре довольно сложно фармить ту же серу и компоненты для взрывчатки. Но только, если вас немного. Эти же играют, во-первых, 24 на 7. А во-вторых, в пятером или больше человек. И серы у них до жопы мира. И отсюда получается, что если ты наивный мальчик, решил пережить вайп в единственном доме, то это не получится. Единственное, что тебе следует делать, это строить как можно больше хат, которые будут разбросаны по всей карте. И совокупно хранить в каждой нужно равномерную часть лута. Но на это нужно время. А вот это уже самый огромный минус этой игры. В этой игре нужно жить. Не существует ни одной другой игры, в которой вы потратите столько времени. Я для записи этого материала, и не буду врать для своего удовольствия, ибо на какой-то стадии ты все равно его получаешь, наигрывал сеансы по столько минут, и по столько, и даже по столько были. Господи, сколько времени я на это бросал. Проблема в том, что после каждого такого сеанса я буквально умирал. Я подыхал. Мне было плохо в реальной жизни. Rust это игра, которая уничтожает ваше личное время. Rust это игра, которая нацелена забрать все ваше личное пространство. И суть в том, что сколько бы вам не казалось много времени, вы не тратили в эту игру, все равно этого будет в десятки раз меньше тех игроков, в кавычках, которые живут и дежурят в этой игре. Вас все равно зарейдят. Вас все равно уничтожат. Вас все равно переиграют. Я вас уничтожу. Эта игра просто рассчитана на лютейших задротов. Ни в одной игре я не проводил столько времени. И даже не потому, что я это хочу. Просто я понимаю, если я сейчас выйду, моя хата будет абсолютно не защищена. Мне нужно пойти улучшить стенки, пойти улучшить потолки. И на это все нужно потратить время. И очень сука много времени. Слава богу, разработчики это поняли и собираются выкатить режим для новичков или упрощенный режим этой игры. Потому что не все готовы жить в этой игре. Но еще посмотрим, кстати, как этот режим себя покажет. Может вот эти уроды туда и придут и там жить не дадут. И в целом, если охарактеризовать, все вышеописанное подходит под один большой минус этой игры. Время, которое нужно для этой игры, это просто ужас. Если вы вдруг пропустили раст и думаете попробовать засесть, готовьтесь к тому, что вас либо засосет, либо отрыгнет. Тут два варианта на самом деле. А еще стоит учитывать, что в плюсах я говорил про положительную сторону комьюнити. Но ее отрицательная сторона даже более масштабна в этом плане. Так что такое. И да, это мое мнение, это мой опыт, который я получил в этой игре. И я его высказал. Вы можете его оспорить, если есть желание. И оскорблять я также никого не хотел. Кроме того, школьника, который меня убил с болтовки, когда я шел флутаный. Но вообще, это, конечно, просто мысли вслух. Вот такие минусы я увидел у этого проекта. Это, конечно, все хорошо. Но теперь одна из важнейших частей этой рубрики. А именно онлайн. Про продажи сказал выше. В целом будем отталкиваться от 10 миллионов. Онлайн же на момент написания сценария скачет от 10 до 170 тысяч. Это очень хорошие цифры для такого хардкорного выживальщика. Недавно вон на Твиче смотрело игру более миллиона человек. В общем, игра живет, а Steam Chart по тенденции показывает лишь прирост игроков. В довольно больших масштабах. Серверов, как уже говорил, полно с онлайном. И у игры в плане онлайна все более чем хорошо. Так что даже не вижу смысла растягивать этот пункт. Перейдем к главному вопросу. Как играется Rust? Смотрите, несмотря на ярко выраженные минусы этого проекта, он играется чертовски хорошо. Механики этой игры, система изучения стаффа и так далее доставляют очень положительное послевкусие. Графически эта игра близка к идеальной среди мультиплеерных игр, это уж точно. Но эта игра абсолютно не для зайти на пару часиков. Это надо понимать. Если вы работаете и приходите вечерком, и вам хочется отдохнуть, или, допустим, учитесь в универах, и вам хочется отдохнуть так же, это абсолютно не для вас проект. В это играть, либо когда у вас безумное количество свободного времени, либо когда вы хотите все то небольшое свободное время посвящать именно этому проекту. Невзирая на то количество вашего таймлайна, которое у вас есть, в этой игре вы будете бомбить, в этой игре вы будете рейдить, засыпать свои крепости, как вам кажется, опять же, с 20 берданками, калашами и с полными ящиками брони. А просыпаться вы будете на пляже с голой задницей и факелом в руках. На вопрос, как играется, я могу ответить только лишь поставив его ребром. На одной стороне монеты шикарные механики, интересная стрельба, со строительством вообще все шикарно, знакомство, контакт с другими игроками, это все круто. А вот на другой стороне не десятки, услышьте, не десятки, а сотни и скорее даже тысячи потраченного времени. Убивание его исключительно в игру, постоянное бомжевание, иногда богатство, которое заканчивается на следующее утро и так далее. Я понимаю, что кто-то именно от вот этого получает удовольствие и именно вот этим может вам игра понравиться. Но лично меня то количество времени, которое нужно тратить на эту игру, отталкивает от этой игры. И тут ты, зритель, скажешь, «Отталкивает? Ты чё нам звездишь? У тебя почти 900 часов, по твоим же словам, в неё с двух аккаунтов». Да, я, чёрт подери, не знаю, чем в то же время эта игра меня и привлекает. Я играю в неё раз в три месяца, задрочу как урод со своими товарищами, потом бросаю её в пылу огня и через перерыв от месяца до полугода захожу обратно. И забавно ещё то, что эти мои заходы сходятся с депрессивными периодами моей жизни, либо когда мне хочется отвлечься от всего и утонуть в одном. Чтобы дни за окном реальной жизни пролетали один за одним, забирая с собой этот депрессивный период. Ух, я не знаю, так всё написал в конце, аж даже и не знаю, каков здесь может быть этот вот самый итог. Это первое видео, в котором я не могу дать точный ответ на то, как играется в этом году. Наверное, замечательно, но только не для всех. Вот так и закончим это видео про эту совсем неоднозначную игру. Спасибо, что выслушали в конце просто, даже без сценария. Это просто моё мнение, и я им поделился. Удачи. Субтитры создавал DimaTorzok